Мои кошки настоящие охотницы. Охотиться не могут целыми днями и ночами. Чтобы поймать мышку, они могут часами сидеть в засаде. Но не только мышей, они и птиц ловят. И никакая опасность их не пугает. Невозможно кошкам запретить охотиться, запретить лазать по деревьям или заборам. Посмотрите, что они творят! Марфа даже бабочку хочет поймать. Вот такой у них инстинкт. Несколько дней назад с Марфой произошла беда. Она чуть не умерла. Нам удалось ее вылечить. Хотя это было очень непросто. Дело было так. Эти дурехи пойманных мышей обязательно приносят домой. Хотят, чтобы мы их похвалили. Сказали, какие они молодцы. Видите, они притащили живую мышь. Но живых мышей мы у них отбираем и выпускаем на волю. А этот совсем еще малыш. Конечно же, я его отнес во двор. Теперь кошки приносят домой только долгых мышей. Посмотрите, как они с ними играют. А потом, когда кошки вдоволь наигрались, Марфа мышку съела. Да, вот такие вот дела. Съела она мышь. Но они, эти мыши, едят каждый день. Но эта мышь оказалась больной. И Марфа, Марфа отравилась. Ночью ей стало плохо. И она пришла ко мне. Марфушка, ты почему лежишь на полу и мяукаешь? Ну, иди же сюда. Марфушка, кис-кис-кис-кис. Не хочешь? Ну ладно. Ой. Спи на полу. Только мне не мешай. Не мяукай. Утром я, как всегда, проснулся. И начал быстро собираться в школу. Марфы на полу уже не было. Но я, конечно, на это внимание не обратил. А вот, Никиска, почему ты бежала за мной и мяукала? Никиса, что ты за мной сегодня все утро ходишь? Иди вот с Марфом поиграй. А мне в школу пора бежать. Я ушел в школу. А мои кошки остались дома одни. Бедная моя Марфушка. Как же ей было плохо. Она лежала в туалете на полу. И уже не могла ходить. Никиса от нее ни на шаг не отходила. Она старалась помочь Марфе. Как могла. Но что? Что она могла сделать? Кошечки! Почему вы меня не встречаете? Никиска, привет! А где эта бездельница Марфа? Спит, что ли? Никиса, ты куда? Подожди, куда ты так торопишься? Марфушка, вот ты где! Марфушка, вот ты где! Некосненько. Марфа, спишь, что ли? Марфушка, тебя что, вырвало? Ой, еще и пропоносило. Марфа, Марфа, ты что, заболела? Марфушка, иди ко мне на ручки. Пойдем, пойдем, я посмотрю, что с тобой произошло. Идем, моя хорошая киса. Идем, идем. С тобой точно что-то не в порядке. Ты очень вялая и слабая. Марфа, а какая ты горячая! Нужно срочно обозвонить врачу и проконсультироваться. Я позвонил в ветеринарную клинику. И рассказал все, что происходит с моей кошкой. Врач сказал, что это может быть очень серьезное заболевание. Похоже на сильное отравление. И посоветовал, как можно быстрее привезти ее в больницу. Марфушка, милая моя, я тебя сейчас в больницу отнесу. Доктор сказал, что это похоже на отравление. На отравление? Марфа, неужели это ты вчера мышкой отравилась? Ты моя хорошая. Значит, значит, мышь была больная. Марфушка, вот почему ты вчера ночью ко мне пришла. Тебе уже тогда стало плохо. Марфушка, бедная моя, а я не мог понять, почему ты мяукла. Ты же моя хорошая, Марфушка. Но не переживай. Сейчас я тебя не ссоку, доктор. Я рассказал доктору, что Марфа вчера слила мышь. Чтобы определить, каким ядом Марфа отравилась, у нее взяли кровь, ну, на анализ. Потом доктор сделал ей укол и прописал много лекарств. Еще он сказал, что мне придется самому делать Марфе уколы. Оказывается, кошки довольно часто съедают больных мышей, сражаются и погибают. А вот лечить кошку, которая отравилась, довольно сложно. Доктор прописал Марфе капли. И чтобы дать ей их, я их размешаю со сметаной. Ну, чтобы ей было не так противно их есть. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. И перемешаем. Все, пойду до Марфи. Еще несколько дней Марфа подносит свое рвало. Ну, Марфушка, ничего не поделаешь. Придется лечиться? Так, сейчас, подожди, моя хорошая. Вот, сейчас я тебе дам ему лекарства. Вот. Смотри, какая вкусная сметанка. Видите? Она даже не подозревает, что там добавлено капли. Да, моя хорошая? Ешь. Марфушка. Марфа, ты молодец. Очень хорошо ешь лекарства. Оно должно тебе помочь. И ты скоро поправишься. Марфушка. А сейчас самое неприятное. Мне придется тебе сделать укол. Потерпи. Вот, 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 вот. Так, вот, так. Опа. Все. Готово, моя хорошая. Марфушка, ты такая молодец. Когда я тебе делаю укол, ты даже не утромнила. Или это просто я хорошо делаю уколы. Ребята, а сейчас я вам покажу очень трогательные кадры. Как и киса заботилась о Марфе. Она просто не отходила от своей больной подружки. Ребята, а сейчас я вам покажу очень трогательные кадры. Постепенно болезнь стала отступать. И Марфушка начала потихоньку поправляться. Она уже смогла самостоятельно пить и есть. А сегодня даже попросилась во двор. Ну, захотела погулять. Иди, Марфушка, погуляй. Ребята, я очень боюсь. И за Марфу, и за Никису. Но ничего не поделаешь. Они все равно будут лазать. И по деревьям, и по забору. И будут ловить мышей, лягушек и птиц. И, конечно же, съедать их. И ничего с этим не поделать.